А у Димы в сообществе ВКонтакте вышел наш новый ролик, поэтому переходи по ссылке, смотри обязательно видео и подписывайся, чтобы не пропустить новые ролики. Всем привет, с вами Аня Ищук, и это новый ролик, и очень необычный ролик, потому что мы купили гараж на аукционе за 500 тысяч рублей. И это необычный гараж. На первый взгляд это был всего лишь очередной забытый гараж на аукционе. Но его история тянулась глубже, чем можно было себе представить. Гараж принадлежал загавочному коллекционеру игрушек, который исчез без следа много лет назад. Никто не знал, что случилось с ним, куда и почему он пропал. Этот гараж хранит не только игрушки, он хранит прошлое, тени, мечты и тайны. Я думаю, ну надеюсь все же, что у нас получится что-то там найти, хотя бы на 500 тысяч рублей. Но мне безумно интересно посмотреть, что там, потому что в истории этот человек, он собирал раритетные игрушки, старенькие, с СССР, возможно там что-то подобное есть. Пойдемте посмотрим. Тут? Нифига себе. Этот гараж с кодом, тут меняли замок и нацепили какой-то свой. Вот так надо прислонить. 6, 3. Так, ну это сразу не окупится, я так понял. Дим, ты был когда-нибудь в гаражах? Ну, да, один раз. А я нет. Я вижу игрушки, старые чемоданы. Ну ладно, просто глаза разбежались, да? Давай посмотрим. О, господи, посмотри. Крышечки на потолке. Смотри, просто крышки. Это прям реально из-за какого-то СССР. Машина, не то что твой Порш. Как это работает, я не понимаю. Офигеть. Слушай, я думаю, что вот такой вертолетик, потому что сейчас нету, и если ты говоришь, что это вообще игрушки какие-то с СССР или с 90-х, то это чуть-чуть стоит денег. Я думаю, что вот такой вертолетик должен стоить где-то до пяти тысяч, потому что это с СССР, это раритет, такого нету, это эксклюзив. Давай по фото, найти по фото, мне интересно, такое получится вообще. Что, Тиму привезем играть? Ну да, лучше продадим, нам надо как-то это все окупить, историю. Это не он. Это он. Это не он. Это он. О, наклеек просто нету, офигеть. Мы нашли его. Игрушка вертолет механических времен СССР. Я думаю, мы после этой съемки все это выставим, если на авито найдете или где-то, то... А я Тиму собиралась везти, играть. Допустим, что это, давайте среднее возьмем, пять, я говорил, две с половиной. Давай уже что-нибудь другое еще посмотрим. Короче, тысяча кукла, да рублей пятьсот, наверное, такая. Тут фиг докажешь, что это тоже с каких-то времен старых. Самое, наверное, что тут дорогое, это, наверное, гараж. Логично. Возможно, получится его продать. Как думаешь, гараж за сколько мы надо денег? Двести тысяч гараж получится отдать? Такой, как думаете? Больше? Гораздо больше. Смотрите, во-первых, во-первых, тут есть камеры. Тут утеплители стоят. Гараж, в принципе, ну, очень как будто хорошо как бы сохранился. Да, теперь достань мне эту штуку. Какую? Вот это что это? Это свеча, Ань. В смысле, там джин? Какой джин? Да, давай потрем. Да это так не работает. Это свечка, Ань. Какая свечка? Офигеть. Ну, туда надо что заливать? Пиросин? За сколько это можно отдать? Я думаю, что пять тысяч можно такое, потому что сейчас вряд ли тоже такого никто не продает. Так, давай вот чемоданчики, вот это не самое интересное. Прикинь, там еще, блин, тяга. Еще с того момента, как только образовался. Блин, как открыть? Давай, давай. Трудись, я тут, о, боже, шуру. Ладно, я тебя понял. Что собрался делать? Ты что, взламываешь? Ну да, что мне еще делать? О! Взломал. Офигеть. Стой, 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 что там? Ну, походу. О, подожди, это комиксы? Сам ты комиксы. Просто журналы? Работницы. Это вот так устраивали на работу, да? Чедовник будущего. Офигеть, такие телевизоры были. У меня такой телевизор упал мне на голову. И вот здесь вот у меня, вот здесь у меня шрам. А я в три года тоже уронила телевизор, и там дырка в полу была потом после этого. Чуть на себя не уронила. Октябрь 1981. Этому журналу больше, чем мне лет. Получается, и тебе. Ты 1968? Это можно, что, понять, что сколько лет? Там дальше и дальше куда-то. У меня мама еще не родилась тогда. Короче, хозяин этого гаража, он, ну, любил, я не знаю, журналы собирать, может быть. Покупать, я не знаю, для чего они. Так, это про что? О, Макдональдс! Посмотрите на значок. Господи, он оживлась и сейчас. Нет, чем мы удивляемся. Очень похоже на Собчак. Посмотрите. О, это что, комиксы детские? Да. 0 рублей 20 копеек. Мне интересно посмотреть, сколько стоят, типа, старые комиксы. Ух, нифига себе, Ань. Комиксы этого года, вот, по ценам начинаются от 3,5-5 тысяч. Че, реально? Такого года комиксы перепродаются. Блин, Ань, да ну нафиг. Это че, они? Да, это он. Раритетные французские комиксы. Это французские комиксы. Французские комиксы? Да, 11 тысяч рублей. Ну там же на английском. Подожди, там че, не на английском? А, реально на французском. Раритетные французские комиксы. Пив за 1967 год. 11 тысяч рублей. Вполне может случиться, что вам не понравится сэндвич Биг Мак. Не, я в шоке, что мы нашли уже что-то за 11 тысяч. У нас суммарно где-то двадцатка уже есть, да? А тебе вообще не смущает вот эта вот дырка? Честно смущает, поэтому я туда не смотрю. Ого, Аня, мы че не увидели это? Я таким фоткал и потом ходил с мамой. Вот здесь круглый вставляется. Пленка и проявляли пленку. Я не знаю, сколько такой аппарат может стоить. 10 тысяч маршалов, я думаю. Делаем выводы. Я думаю, что на данный момент из того, что мы видели, он много путешествовал. Смотрел разные страны. Ему это было интересно. Тут вот раз, чемодан два. Можно вопрос, откуда вот у него французский журнал? Шесть. Вот это вот. Откуда у нас были французские? Этого же не было всего. То есть 11 плюс 9. 20 тысяч суммарно. Вот этот чемодан. Ты трусы повесил? Я думаю, что такой чемоданчик будет стоить тысяч... Пять? Десять, наверное, до десяти. Ладно. Давай семь. Семь так семь. В любом случае нам это все выставлять. Мы как-нибудь финально вам скажем, сколько мы с этого успели заработать. Надеюсь. А я надеюсь, мы отобьем денежки. Ну, лодочка пластиковая. Пятьсот тысяч, что ли, стоит? Самое важное, гараж мы этот, ну, поставим за 300, я думаю, за 200 он уйдет. Ой, ты что? О, утюг. Ань, посмотри. Ну, что, это тоже как бы из прошлого лего, нет? Вообще-то. Нема. Что там? Печатная машинка. Аня в музее такие, понимаешь, хранят. Ты не знаешь, как это работает? Нет, я видела это, я знаешь, когда это видела в фильмах там и так далее, всегда думала о том, что если ты ошибся, что делать? Ну, заново видела листочек. Я каждый раз об этом думала. Заново листочек. Давай посмотрим, сколько это. Как называется это? Печатная машинка. Печатная машинка. Какие-то кисточки. Тут вообще зубная щетка. Ты взялась дома? Какая зубная щетка? Вон. Так, ну я смотрю, печатные машинки таких годов не особо ценятся. Тысячи две стоит, типа. А, реально? Тысячи две-три, да. А, подожди, я походу нашел ее. Эрика. Эрика. Зовут ее так. Слушай, я думаю, что такая уйдет за тысяч пять. Ты хочешь попробовать? Ну да. Давай это продадим лучше. Просто я ничего не понимаю. В смысле, я что, теперь попробовать не могу? Это куда всовывать? Ты что достаешь? О! Инструкшн для меня. Лично, потому что ничего не знаю. Устранить пенополистирол. Вытянуть две полосы из материи с обратной стороны машинки между машинкой и кареткой. И что это, куда вставлять? Там есть какая-то каретка. О! А, вот ленты. В какую сторону она двигается? Чего? Кто двигается? Блин, давай это кому-нибудь другому оставим. Я, мне кажется, не разберусь сейчас. Ну да, мы скорее сломаем. Смотрите. Это я, когда не сплю целыми днями. Потом много работаю. У меня двое мальчиков. Двое детей. Потом я еще и считаю плохие комментарии постоянно про это. И вот так вот я потом выгляжу. Короче, мы узнали. Наша команда посмотрела, что это стоит примерно 15 тысяч. Ну давай 10. Со скидкой. Со скидкой. В смысле 15 тысяч стоит. О! Я знаю, что это. А я нет. Подожди, что это? Дай. Это домино или как вот это называлось? Лато. Нет. Да! Ты играла в это? Да, я люблю. А как? Я не помню уже. А если еще тройное? Типа 6-6 ставишь? Да. Ну, у каждого там раздается сколько-то, да? И играешь. Мы играли с папой, по-моему. А вот кустая зачем? А, если что, дорисовать? Нет. Очевидно. Набор для игры в классе. О! Это где квадратики рисуешь, да? Что, есть специальные наборы для этого? Что это? Это сколько такое стоит? Рублей 500. О, у меня такая была. О, игры вот это я понимаю. У тебя была такая? Нет. Нет? Нет. Как? Ты что, богатая была? Офигеть, это не быстро пройти. Подожди, тут еще вот что. Смотри, какие дети нарисованы. Так из ужаса. Господи. Да ну. Бильярд. Почему сейчас такого нет? Давай сыграем. На 500 рублей играем. Офигеть. Вот. Так черный сюда. И одним забиваешь. Ну так черным же. Цельси, нормально, давай играй. Можно вопрос? Давай. Аня, ты что, блин? Еще раз. Дай сюда. Подожди, надо проработать. Каботит. О! Не попало, блин, дай. Следующая. Попал. Подожди, я забил. Эта игра, я думаю, стоит тысячу, нет? Сейчас уже. Да тут можно за 20 тысяч продать эксклюзив чистого. 5 рублей? Воды. О, это как было? Хо-хо-хо-хо. Все, Дим, давай. Дальше смотреть. Так ты дурак, блин. Ну что ты творишь сейчас? Так, сколько тут всего? Суммарно 5 тысяч можно вот здесь вот. Где деньги, блин? Деньги где? От 5. Это я по утрам, понимаете? Все с глазами. А что? Как будто их сжигали, поджигали. Юла рублей 200-300, наверное. Ну да. Дорогая? Юла сколько стоит такая, как думаете? Ну, это тоже раритет. Это все из алюминия. У меня моя прабабушка. Это, значит, прапрабабушка Тима. Она подарила ему Юлу, помнишь? Ну, это какая-то новая. Ну, типа, я тоже у нас таких... Я не знаю, где она купила. И он ее сломал. Он вот эту прям... Она выломалась у него, и все, он ее сломал. Если честно, такая может за пятачок улететь. Потому что это алюминия. Ну, это жестко. Золото? О май гад. Что? Бинокль? Нет. Какой бинокль? Это картриджи туда вставлять. У меня такое было. Это Илон Маск, который очки сделал? Да не близко. Да, жесть. Короче, если вставляешь вот так вот эти картриджи, и с другой стороны свет идет вот сюда, то отражаются очень прям качественные картинки. Там прям очень прикольно. Красная площадь, 1962 год опять. Давай. Офигеть. Дай посмотреть. Слушай, я думаю, что такая прикольная штука стоит. Это прям можно в музее дать. Ты прикинь, через 100 лет вот это дать кому-нибудь? Или Цукинбергу показать. По сути, друзья, время идет, но... И причем очень, очень все меняется очень быстро. Но при этом, даже вот 100 лет почти назад... Такой видишь? Ань, ну дай-да я скажу уже, нет? Ты слышишь? Я же говорю. Спартак, сыскай. Я очень рад за них. Раздулся. Всякие вот очки, сейчас которые, и вот тогда. Ну это офигеть, потому что там реально вот какая-то фоточка. Можно не одевать вот эти очки Цукерберга. Что это за очки? Или Apple Vision, который тоже сидишь на туалете, и ты оказываешься в каком-то мире отдельном. Вот, садишься на туалет, и так же оказываешься на хоккее. И цена такого миллион рублей дала. Ну все, тогда мы окупили, пойдем. Давай. Какой миллион? Ну вряд ли, да. Косарь. Косарь отдадим. Смотри, короче, это нужно вот так вот собрать числа, чтобы они 1, 2, 3, 4, 5, потом, да, вот, вот это, 6. Вот, смотри, как я сделал, видишь? Да-да, и что? Потом 9 вот здесь, 10 вот тут. И что? Я запутался! О, вот, получилось. 9, 10. Как последнее вот это самое сложное? Шашки. Тебе обязательно это собрать надо? Да. Где бы это стоит рублей 200-300. Билеты? Это на права сдавать так учили карточки? Да-а-а. Это сейчас мы через ком, да? А раньше тебе вот так вот на. Ну-ка, какой ответ? Реально так учили? Да, вон, смотри. Ну, блин, а вообще, что удивлять, а как еще? Слушай, я думаю, что вот если это все сохранить, даже если мы не наберем на полмиллиона, все равно через 100 лет это будет еще больше. Это клизма? Реально? Да. Ну что? Ну, сейчас делаем тебе. Да ну, Ань! Это Мерседес-Бенц. А, реально? Так, Мерседес. Ну и что? Сколько такое стоит? Что это? Мотор какой-то. Часть мотора. А если это старый раритетный автомобиль? И что? Напишите профессионала в комментариях, пожалуйста, то шарит за вот это. Что там? О май гад! Я каждый раз говорю о май гад, когда открываешь. Дим, ну что, можно? Ты что, сейчас по фото будешь искать? Ты что, издеваешься, Дим? Тебе сейчас просто выдаст кусок металла. Железный человек там. Коробка передач. 22 тысячи. Мерседес-Спринтер 602 тысячи. Ань, подвинь, пожалуйста, вот это за тысячу рублей свою вот эту вот из Испании. Мерседес-Бенца-Испании. Ань, я дебил. 602-711 это просто был какой-то номер. Это не цена. А стоимость вот этой вот штуки 20 тысяч. Да блин, оно под наклоном. Как играть? Ань, ничего не изменилось. Такой же футбол у нас был. Подожди, это что, вот здесь надо играть? Это, подожди, это как? Вот, да, вот. Давай. А, гол! На, гол! Пошел в задницу. О, вот твой. О, отбил, гол! Лошадь! Мимо было. Нет. Офигеть, круто. Опачки. Короче. Блин, это сложно. Слушай, я думаю, вот это. Тысяч пять? Вот это? Да и тысяч пять она и стоит, в принципе. Потому что такое сейчас вряд ли найдешь. Давайте, мне кажется, тысяч пять можно там починить ворот. Это пластик. Сундук. Тысячи две. Вообще-то он деревянный. И что, дорого стоит? Смотри, тут что-то написано. Христина. 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 Давайте глянем, сколько такой сундук стоит. Так, сундук. Ну, мне кажется, тысяч десять. О май гад. Я тут цену вижу сто восемнадцать. А там не по тридцать тысяч, вон, жесть какой-то страшный. Мы богаты. Да ну нафиг. Подожди. Ну вот, это прям примерно такой же сундук. И, Л, К, Р, К, Р. К, Р, тут даже замок есть. Короче, Аня. Сундуки, походу, из этого всего дороже всего стоят. От сорока до примерно восьмидесяти тысяч. Я не знаю почему, но почему это так. Но это действительно так. Такой сундук где-то уйдет у нас за пятьдесят тысяч. У нас есть еще деревянный сундук. Вот это, это что? Тоже дерево, тоже винтаж. Я думаю, что такое тысяч двадцать пять тоже. Хоть он и маленький, но он тут с железяками. А мы это отбывали. Твой Мак, ты что сделал? Я думаю, что это тоже в районе двадцати-двадцати-пяти будет стоить. Сто тысяч только на сундуках. Это мое любимое просто. Оно работает. Что за писька нарисовала? Я не помню, как играть. Что я делаю? Кстати, тоже не понимаю, что это я делаю. Он левел первый. Короче, я понял, мне надо туда. А, господи. А, вот мне типа вверх надо. Я в шоке буду. Я опасный парень. Я хочу такую игру сделать. Сделать? Две тысячи. Офигеть, это можно сидеть, задротить. Метро. Это не сундук. Это что, ролики? Да ну. Офигеть. Я хочу на таких прокатиться. За пять тысяч уйдут, как думаете? Не, я в фильмах про СССР видел. Вот такие? Вот так катались, да, девочки. Короче, пять тысяч. Суммарно, тут очень много игрушек. А вот еще. Вот, да, мы это еще не... И туда внутрь мы не зашли. Я не знаю, что там вообще. А ботинки что, заберешь себе? Слушай, это... Что ты свои эти носишь? Это как будто нержавеющая сталь, слышишь? Диоры свои снимай. Переобувайся. No. Ботинки вряд ли продадим. Но вот этот вот чемоданчик, я думаю, что может уйти. Потому что нержавейка покрыта сверху чем-то. Я дам цену где-то... Почему ты не спугался? Я такого не пугаюсь. По-моему, это страшно. Да, очень. Ну типа, давайте ужасающую музыку вставим. Короче, вот этот чемоданчик 15 тысяч. 15-20. Я дубайский шоколад нашел. Фига себе, реально? Холодно. Дима. Моя подруга Нина. Какая подруга? Ты читать умеешь? Читай давай. Это письмо, видимо, вот у кого мы взяли этот гаражик. Вот, последнее, да, понятно. С любовью твой. Ладно, не будем читать. Давай. Так, напоминаю. Человек, хозяин вот этого вот. Он пропал без вести и никто не знает куда. Моя дорогая Нина, если ты читаешь это письмо, значит, я больше не смог вернуться. Мне очень жаль, что я не успел вручить тебе подарок лично. Но я надеюсь, что он сможет стать для тебя чем-то большим, чем просто игрушкой. В гараже, под старым сундуком с инструментами я спрятал для тебя куклу, которая много значила для нашей семьи. Эта кукла передавалась из поколения в поколение и принадлежала еще твоей прапрабабушке. Легенда гласит, что она была создана мастером, который вкладывал в свои игрушки не только умение, но и частичку души. Кукла обладает необычайной силой. Она всегда защищает своего владельца от зла и помогает найти путь в трудные времена. Считается, что каждая девочка, которую принадлежала, ощущала невидимую связь с предками, будто сама история нашей семьи оберегала ее. Я хотел вручить тебе эту куклу на твой день рождения, но судьба распорядилась иначе. Несколько лет назад я узнал о странном месте, старой деревне, затерянной в горах. Там, по слухам, находится тайная коллекция древних игрушек. Каждый из которых хранит в себе нечто волшебное. Когда я был моложе, я всегда мечтал увидеть это место, но жизнь унесла меня по другим путям. Сейчас же мне казалось, что пришло время завершить свою коллекцию. И я отправился в это путешествие, чтобы привезти тебе что-то особенное. Однако это деревня казалось куда более загадочной, чем я ожидал. Легенда говорит, что каждый, кто войдет в нее с чистым сердцем, сможет найти там не только игрушки, но и ответы на свои самые сокровенные вопросы. Но иногда те, кто ищет, остаются там навсегда. Я был готов рискнуть ради того, чтобы оставить тебе что-то значимое. Я не знаю, смогу ли вернуться, но помни, что я всегда любил тебя всем сердцем. Береги кукол. Пусть она станет для тебя символом нашей семьи, наших корней и тех, кто был до нас. Возможно, когда-нибудь она подскажет тебе, как найти меня или хотя бы узнать, что произошло. С любовью, твой дедушка. Офигеть. Какая из кукол? Ну-ка еще раз прочти. В гараже, под старым сундуком, с инструментами. Ну давай, пока. Там сундуки какие-то большие. Аня, там большие деревянные сундуки, больше, чем тот. Или даже такой же. Если этот сундук стоит полтинник... Ты только про это думаешь? Господи, слышь, ты полтинник. Иди вниз. Полтинник. Там нет крыс? Ты что, крыс боишься? Что, как меня угадал? Ты серьезно крыс боишься? Подожди, стой. Я тут думаю, что там... Два сундука, примерно такие же. Плюс 50 и 50. А потом мы удивляемся, кто вот бизнесмен. Какие люди? С 50 до 80. Я бы даже все это суммарно продал за большую сумму. Я нормально там тоже спущусь, могу. Или меня здесь остаток. Че там? Два сундука. Господи, чем занимаются мои дорогие детей? В первом сундуке у нас какие-то инструменты. И, кстати, их... Ну, так вот инструменты. Все. А-а-а. Сундук, сундук, сундук. В одним. Поднимай давай. Второй сундук. Халк. Подожди ты. Сундук, полтинник. А это? Посмотри, сколько тут. Ты серьезно? Вот это, это. Вот это можно. Отставь, значит, соронную счета сиди. Я думаю, что там плюс, типа, десятка точно. Не наторвись. Где мне страшно? Че тебе там страшного? Ну, там же так было написано странно все. Че там было написано? Ну, там типа связь какая-то там с предками. Там, причем, еще написано было про девочек. И че? Поэтому сам открывай. Господи, боже мой! Что за звуки? Я как будто очень долго стоит тут. Я пошла, Дима! Офигеть, реально старая какая-то кукла. Почему они пугают? Ресницы, смотри. Ресницы, смотри, как будто туши кисек. И че-то, как мне кажется, кукла может хорошо улететь. Особенно, если история есть. Но я ее себе не хочу оставлять. Кому-то передавать. Сколько такая будет стоить, как думаете? Короче, я думаю, что если выставить ее на какой-то аукцион, найти, кого эта кукла. Возможно, это какой-то прикольный человек. Я думаю, что она может улететь до соточки хотя бы точно. Ну, поставим среднее. Как мы знаем всегда, 100 ставишь, 50 продаешь максимум. Я думаю, 50 тысяч. И плюс погреб, Ань. Я думаю, что даже за 250 можно будет отдать 300. Вообще, камера тут все. За 300 тысяч можно отдать свободу. 300, нет, 300 тысяч. О май гад. Так, куклу не оставляем. В сундуки тоже мы это все вынесем. И надо на продажу выставить. На, куклу. А можно мне за голову мою держаться? На, куклу. Нет. На, возьми. Сам держи. Мне интересно услышать, сколько мы насчитали денег. Общая сумма вышла. Мы заработали. Общая сумма вышла около 680 тысяч. Ну, короче, почти 700. Но, вообще, да. Но это просто пока в нашем уме. Да, да. Я думаю, что это просто окупится либо в ноль, либо вот мы заработаем даже на этом. Короче, мы в любом случае попросим либо помощницы, либо еще кого-то. Но надо будет этим всем заняться и все это выставить, продать, попробовать. Может быть, кто-то просто суммарно возьмет этот гараж за большую цену. Пока будет монтироваться ролик, мы, возможно, уже скажем вам, сколько нам удалось заработать. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Нам понравилось. Мне безумно интересно такое было делать. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на меня. Пишите комментарии. И не пропускайте все мои новые ролики. Они будут еще интереснее и интереснее. А если вам понравился реально такой формат, мы попробуем еще найти. Что-нибудь покопаться, что-нибудь. Что-то подобное, тоже связанное с семейными темами, игрушками, чем угодно. И это все вот так вот пощупать. Но такое мы снимали первый раз. То есть для нас это тоже все впервые и новое. Ну, нам интересно было. Не знаю, как вам? Да. Обязательно пишите. Пока-пока. Это страшно.